Возвращаемся к нашей теме. То есть у нас речь пойдёт о радионуклидной терапии при метастазах в кости. И вот здесь уже с самого начала, наверное, надо оговариваться о том, что мы привыкли к тому, что у нас речь всегда шла об остеотропных препаратах, но вот сейчас уже наступил такой момент, когда нужно делать уточнение, что это за радионуклидная терапия будет. Значит, возвращаемся к самой проблематике костных метастазов. Этот слайд, наверное, всем очень хорошо знаком. Мы знаем, при каких опухолях какие превалируют метастазы, когда литические, когда бластические. Мы также хорошо знаем, что качество жизни снижается у пациентов. Ну и также хорошо известно, что вот две группы заболеваний, рак молочной железы и рак предстательной железы всё-таки являются такими основными донорами вот в нашей терапии остеотропными препаратами и вообще вот что касается лечения больных с метастазами в кости. Когда мы говорим о костных метастазах, наверное, этот слайд уже, может быть, многие запомнили. Я всё равно к нему возвращаюсь, несмотря на то, что я его уже показывал. Значит, вот мы знаем о литических метастазах, которых преобладает остеолизис и разрушение, и в бластических метастазах, являющихся, по сути дела, противоположностью. Там плюс ткань, там образование, так сказать, превалирует. Новые ткани, активные остеобласты. Так вот, эти остеобластические метастазы, они очень активны в плане минерального метаболизма, они очень хорошо выявляются в пресцитографии, и они являются основными объектами для терапии остеотропными препаратами. Ну и вот ещё раз, опять же, пользуясь случаем, напомню, что исследования, которые были проведены на морфологии, изучая морфологию костных метастазов, стало понятно, что бывает так, очень часто бывает так, что опухолевых клеток в метастатическом очаге может быть очень много, очень мало, прошу прощения, о разрушении и повреждении эти опухолевые клетки нанести могут столь обширно, что мы на рентгенограмме или компьютерной томограмме видим какой-то огромный очаг, и оказывается, что опухолевых клеток всего лишь несколько процентов, а вот всё остальное – это изменённая костная ткань. Так вот, когда мы говорим о использовании остеотропных препаратов, мы как раз и нацеливаемся на эту зону перифокальную по отношению к опухолевым клеткам, это такая зона микроокружения, в которой разворачивается так называемый цитокиновый шторм в контактной зоне контакта опухолевых клеток и костной ткани, и вот там формируется вот эта самая костно-метастатическая болезнь, и, собственно, против неё и направлены наши остеотропные препараты. И вот настало время, когда следовало бы поделить уже, ну, может быть, так, зоны влияния препаратов, а, может быть, подумать над тем, как применять их совместно. Только что Андрей Алексеевич сказал об остеотропных и туморотропных препаратах для диагностики. То же самое мы имеем и в терапии. Когда мы говорим о препаратах остеотропных для терапии, мы, естественно, имеем в виду хлорид стронция, самариоксибифор, естественно, ради, как вот на сегодняшний день такой препарат, который является, может быть, вершиной этого вида искусства, так, если можно выразиться. Значит, в противоположность, а, может быть, в дополнение к этому, это иной подход. Это туморотропные препараты, которые накапливаются непосредственно в опухолевых клетках. Это тоже об этом говорил Андрей Алексеевич. Ну, лучше всего мы, конечно, знаем ЙОД-131 при раке щитовидной железы. Давно известная тема. Но сейчас появились новые уже препараты, относительно новые. Это на основе лютеция, на основе актиния, всевозможные посыма-олеганды, которые накапливаются напрямую в клетках рака предстоятельной железы. Так вот, что мы можем в итоге получить? Мы хорошо знаем, какой мы результат можем получить при туморотропных препаратах. Вот, пожалуйста, на снимочке мы видим прекрасный эффект, ну, практически полный эффект лечения радиоактивным ЙОДом при раке щитовидной железы с метастазами в лёгкие. Вот здесь мы видим на втором снимочке, это всего лишь перфузия. Мы знаем, какие прекрасные результаты у нас получаются на ПСМА радиолегандной терапии. И вот, пожалуйста, результат, такой полный тоже ответ. Однако, если посмотреть, вот на слайды представлено с другой стороны, вот здесь сейчас стрелочка, мы здесь тоже можем получать зарегистрированные радиометаболические ответы, зарегистрированные очень хорошие ПСА-ответы. В частности, вот пример, который многократно я предъявлял, это пациент, получивший терапию радием. Это была монотерапия радием. Вот мы видим результаты по данным сцентиграфии. Было практически такое, ну, почти тотальное поражение скелета. И вот результат такой, почти полный метаболический ответ с очень хорошим ответом по ПСА. Там с 4000 ПСА ушёл до меньшей единицы. И самая первая картиночка – это вообще самая первая в нашей истории пациентка, который самарий был введён дважды, и мы сразу же увидели вот этот вот метаболический эффект. То есть мы можем думать о том, что всё-таки эта терапия не только направленная на обезболивание, но и направленная на подавление опухолевого роста в метастазах. Препаратов много на эту тему создано. Вот здесь вот они перечислены. У нас в стране хлорид, стронц и самарий, оксабифор зарегистрированы наши отечественные, хлорид, радио зарегистрированы, рениевые препараты пока не зарегистрированы. Действуют они по своему механизму так же, как остеотропные препараты, накапливаясь в костной ткани. Ну и когда мы говорим о показаниях, раньше у нас всегда на первом месте однозначно был болевой синдром. Сейчас мы уже так не думаем. Сейчас мы больше думаем о радиометаболической мишени. То есть мы должны при остеосцентографии убедиться в наличии вот этого самого патологического захвата остеотропных препаратов. Значит, если вернуться опять же к тем препаратам, которые у нас когда-то были, вот мы видим, что самым первым, пожалуй, препаратом, который был таким остеотропным, это был хлорид радия, правда, тогда ещё 224-й. Обратите внимание, какой это был год, 23-й год. И фактически вот эта таблица, это от радио к радио, то есть на сегодняшний день у нас радио-223-й тоже в арсенале терапии больных с метастазами в кости. И я уже говорил, вот этот стандартный парадигм, который существовал много лет, это подавление болевого синдрома, улучшение качества жизни. Да, мы это всё видели и на терапии с тронцем, и с амарием, у 60-80% снижается болевой синдром. Но новая парадигма, о которой хотелось бы сегодня поговорить, это всё-таки противообухолевое воздействие, торможение, прогрессирование и увеличение продолжительности жизни. И вот это самая вещь, к которой мы подойдём после того, как рассмотрим, что можно усилить, можно ли усилить общий эффект терапии, можно ли усилить решением локальных задач, если мы будем комбинировать эту терапию с иными методами. Вот что известно по возможности комбинации с лекарственной терапией. Здесь и возможность использовать заледроновую кислоту оптимальным образом за 48 часов до введения самария, использовать Деносумаб после введения самария. Аналогичным образом мы сейчас пытаемся как-то оптимизировать работу вместе с Радием. Мы можем использовать, если такая потребность есть, и капцитабин, и не только как радиосенсибилизатор, но и как средство такой фоновой терапии у больных раком молочной железы, которым эта терапия требуется, не отменяя самарий. Дело всё в том, что это больная такая тема, возможность сочетания радионуклидной терапии и химиотерапии. Так вот, мы имеем уже опыт возможности такого сочетания, если мы внимательно следим за проявлением мелотоксичности и, так сказать, не рискуем, не нарушаем таких основных принципов безопасности. Значит, сочетанная терапия радионуклидная и лучевая, мы тоже много раз об этом говорили, она очень нужна в тех случаях, когда у пациентов имеются мягкотканные компоненты, когда есть какие-то крупные очаги, которые доминируют над остальными, и в качестве буста применение лучевой терапии в данном случае целесообразно. Комбинация с вертобропластикой. Ну, такая довольно эксклюзивная тема. Вместе с тем она помогает во многих случаях избежать многих, так сказать, проблем, связанных с опорной функцией позвоночника. И также вот этот температурный эффект, который возникает при использовании цемента, является очень мощным радиосенсибилизатором для того, чтобы усилить действие радионуклидной терапии. Ну и вот мы дошли до вот этих вещей, которые надо рассматривать уже по-разному. Это использование туморотропных и остеотропных препаратов у пациентов с метастазами в кости. Вот как выглядит один и тот же пациент, что называется, в разном спектре, в спектре йода. В данном случае у пациента огромный метастаз в груди. Вот он получил радиоактивный йод. Йод накопился. Йод накопился также в крыле подвздошной кости. И вот у этого же пациента эти же очаги совершенно иначе выглядят, так сказать, в виде свечения остеотропных препаратов в том месте, где накопился йод. Наоборот, такая своего рода пустота. Вот что интересно. При таком массивном накоплении йода у пациента сохранялся болевой синдром в этой зоне. При использовании остеотропного радиофарм препарата «Самария» очень быстро удалось подавить этот болевой синдром. С чем это связано? Ну, понятно, что болит кость, а не вот эта вот зона уже деструкции, в которой, может быть, уже и не осталось нервных окончаний. И, соответственно, вот эта вот комбинация нами сейчас довольно активно используется. Такая стратегия двойного удара и изнутри, и снаружи в случае, если мы говорим о больных раком щитовидной железы. Если мы будем говорить о пасымаотерапии, это самая такая животрепещущая тема. Кажется, сейчас появится пасымаотерапия и не нужны будут вообще в этом случае препараты остеотропные, ничего подобного. Уже показано в конгрессе ЕНМ в 2016 году, что в больных мы часто наблюдаем разнонаправленную динамику. Точнее сказать, это не 2016, это 2018 год. Разнонаправленную динамику у некоторых пациентов мы можем видеть снижение активности в лимфоузлах, но не очень хороший эффект в костных метастазах. И вот мы дошли теперь до собственного опыта. Вот этот слайд, который я поставил буквально вчера. Это позавчера. Мы впервые ввели большую терапевтическую активность пациенту. И вот посмотрите, какой скан. На первый взгляд может показаться, что этот скан выполнен с остеотропным препаратом. На самом деле этот скан выполнен с лютецием по СМА у больного, у которого имеется изолированное поражение костной системы. И вот тут, конечно, возникает вопрос, на который у меня пока сейчас нет ответа. Какую стратегию здесь избирать? Эта стратегия будет монотерапия, ну если говорить о радионуклидной терапии, это будет стратегия радионуклидной терапии туморотропными препаратами, или же это какое-то будет всё-таки сочетанное применение. Ведь формально этот пациент сейчас по показаниям подходит под терапию радием. Однако мы видим, какое хорошее накопление здесь лютеция по СМА. И, в общем-то, есть над чем задуматься. И есть над чем задуматься в плане, может быть, даже какой-то комбинированной терапии. И вот такой у нас есть опыт. Пациент — это довольно редкий случай, когда мы применили пациенту четыре разных радионуклида, ну, естественно, последовательно. Это был самарий, потом актиний с лютецием, и потом мы этому пациенту применили ради. История была такая. Пациент по поводу костных метастазов рака предстательной железы лечился самарием. Дальше было прогрессирование в лимфоузлах, и он получил в Германии по СМА терапию с очень хорошим эффектом, вот здесь вот видно на слайде. Затем у него возникло прогрессирование в костной ткани, и он у нас получил терапию радием, и устойчивое снижение ПСА мы наблюдали на этой самой радиевой терапии. То есть в последовательном режиме эти вещи работают. Естественно, в прямой комбинации очень такая вещь сложная, опасная, сложная в плане возможных мелотоксических осложнений, но требующая изучения. И вот мы дошли до той темы, о которой, наверное, хотели бы многие поговорить. Всё-таки это обезболивание или противоопухолевая терапия. Мы знаем Алсимпху, это исследование по радио, где впервые было показано достижение улучшения общей выживаемости у больных, которые получали радио в сравнении с группой плацебо. Здесь же мы видим изменения достоверные в уровне ПСА у больных, получивших радио и не получивших. И ещё лучшую динамику мы видим по щелочной фосфатазии. И это самое, наверное, часто цитируемое исследование, оно большое, но есть ли что-нибудь подобное с бета-излучающими препаратами. И вот небольшое исследование в сравнении с Алсимпхой было проведено ещё раньше, когда ещё радио даже не было, это 2003 год, исследование с рением в 188-м HDP проводил исследование Фольгер Пальмеда. И что у нас получилось, точнее сказать, не у нас, а у него эта выживаемость имела двукратное преимущество в случае повторных введений. К сожалению, очень сложно найти, так сказать, средства и возможности для того, чтобы повторять подобные исследования, однако они заставляют задуматься над тем, что именно многократность введений является заслогом успеха радионуклеидной терапии, направленной на повышение выживаемости. Вот что нам удалось сделать в МРНЦ. Ну, во-первых, мы отследили группу больных раком молочной и предстательной железы и обнаружили, что выживаемость у больных раком молочной железы выше, чем у раком предстательной железы. Но мы знаем, к сожалению, что сейчас, допустим, тот же радио по инструкции предназначен только для рака предстательной, не предназначен для молочной. И мы также знаем, что больных раком молочной железы бывает неохотно направляют на радионуклеидную терапию, потому что очень много опций химиотерапевтических. А плоды, вот вы видите, какие всё-таки они хорошие получаются с раком молочной железы. И ещё лучше можно усмотреть эти плоды, если сравнить результаты выживаемости у больных, которые получали радионуклеидную терапию у нас, и по литературным данным больные, которые не получали радионуклеидную терапию, у них было изолированное олигометастатическое поражение, и они получали лучевую терапию обычную. Вы посмотрите, насколько отличается медиана выживаемости. 23 месяца против 32 у тех, кто получает радионуклеидную терапию. Не всё там просто. Это не просто лучевое воздействие на метастазы. Там какой-то сложный многокомпонентный химический механизм. И вот мы решили пойти ещё дальше. Татьяна Юрьевна Кочетова так инициировала исследование, в котором входили в основном больные раком молочной железы. На этом слайде представлена группа пациентов, которая входила в исследование. Здесь показано, что количество препаратов, количество курсов, которые получали наши пациенты, доходили до 10 интервалов. Были 2-3 месяца и более месяцев. В основном это был в Самарии, но также и другие радиофармпрепараты, которые есть в нашем арсенале. Так вот, что получилось. Сравнили мы выживаемость наших больных с теми же больными, которые примерно в это же время лечатся, но без использования радионуклеидной терапии, используя рекомендованные европейские схемы лечения. Посмотрите, насколько отличалась выживаемость практически в два раза. Понятно, что это не рандомизированное, не такое контролируемое исследование, однако это очень серьёзный повод задуматься над тем, что вот этот сложный и не всегда понятный такой глубинный радиохимический механизм, он не просто является лучевым воздействием на опухолевые клетки, а это нечто большее. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Валерий Васильевич.